Готовимся к отгрузке на склад. Одна команда у нас занимается только исключительно Озон. Хима много не бывает, там нужно настроить отгрузку, настроить логистику. Формируем отгрузку, определенное количество моделей отвозим на склад. Знает технические характеристики, знает там технические моменты, всякие фишки. Вторая команда у нас занимается исключительно Wildberries. Первый раз мы повезем на склады, до этого мы работали по системе ФБС. Авторскую ручную работу у нас, собственно, и складывается цена. Для нас самое важное, это сохранение качества. Такая особенность у нас двойная нить в браслетах. Премиум фурнитура, камни только натуральные. Концепт полностью ручной работы. Ручной труд, не маленькая себестоимость, да, и цены на наши браслеты, они варьируются там от двух до трех с половиной тысяч. Действительно, мы соответствуем ювелирному качеству. Ну а как по-другому? Хим плохо не делает. Да, встретимся фразами честными, задержками на двои. Губительная слабость на двоих, губительная радость. Мурашки, посты, ноги по холодному паркетам. Друзья, привет. Ну что, хима много не бывает, да. Готовимся к отгрузке на склад. Этот выпуск будет посвящен полностью подготовке наших украшений, да, подготовке как технические сборки украшений, да, так и подготовке в кабинетах технические, да, как бы. Потому что там нужно настроить отгрузку, настроить логистику, там QR-коды распечатать и так далее. Первая часть у нас, собственно, это сборка самих браслетов. Концепт у нас полностью ручной работы, да, как мы начинали. То есть для нас самое важное – это сохранение качества. У нас премиум фурнитура, камни только натуральные, разделители, например, да, там фианиты, есть у нас браслеты, такие как, например, розовый квадс или белый агат, наши топовые, с разделителями, инкрустированными фианитами. Вот эта фурнитура вся премиум. И у нас еще техническая такая особенность – у нас двойная нить в браслетах, что позволяет как бы браслету служить дольше, да, вы можете в каких-то условиях там плавать, да, там в душе мыться в бассейне, хотя мы не рекомендуем это делать, нужно снимать. Но как бы двойная нить, она позволяет браслету быть более прочным. Короче, готовимся к отгрузке, готовимся к тому, чтобы отвезти вот эту нашу продукцию на склад. Сейчас я добиваю печати, добиваю печати. Концепт полностью ручной работы. Что имеется в виду, да, это мы отдельно коробочки берем, отдельно собираем, отдельно точнее берем штамп, чернила, коробочку от пыли протираем и, собственно, штаем, да. Почему мы не заказываем в данный момент упаковку, например, из рекламного агентства, да, какой-нибудь там коробочки там с логотипом и так далее? Ну, потому что это, наверное, как бы правильно выразиться, да, это повредит, наверное, или нарушит нашу аутентичность, да, потому что, оп, я руками это сделал. Ручной труд, за который, собственно, у нас идет немаленькая себестоимость, да, и цены на наши браслеты, они варьируются там от 2 до 3,5 тысяч, бусы это от 4, от 5, простите, до 6,5 тысяч рублей, да. Вот за эту авторскую ручную работу у нас, собственно, и складывается цена. И в данный момент мы готовим браслеты к отгрузке. Во-первых, будет быстрее доставка, во-вторых, мы кое-где пересчитали юнит-экономику, кое-где у нас будут затраты меньше на логистику, что, собственно, для клиента, в первую очередь для клиента, будет выгоднее, потому что у нас там цены будут чуть ниже. Собственно, пока у нас поменялась команда Хим, мы разделили теперь на два потока. Одна команда у нас занимается только исключительно Озон, маркиплейсом Озон, вторая команда у нас занимается исключительно Вайлдберрис. Для нас это в каком плане лучше? Потому что те, которые занимаются Озон, ребята, у них опыт только по Озону, у них положительный опыт наращивания новых кабинетов, наращивания оборотов, да. Положительный, доказанный опыт, крутые кейсы. Работаем с ними с Озон. С Вайлдберрис у нас команда, которая работает только с ВБ, знает технические характеристики, знает там технические моменты, всякие фишки и так далее, да. Мы работаем с Вайлдберрис. Поэтому мы недавно поменяли команду, команда сейчас предлагает новые концепции развития. Это от инфографики, от технических, мы поменяли там кое-какие описания, до всяких уникальных УТП. Да, вот недавно, кстати, да как недавно, сегодня мы созванивались с ребятами, с менеджером по Озону, и нам предложили такую штуку. Вы говорите, что, ну, вы не говорите, а у вас действительно премиум качество, да. А почему бы это не назвать ювелирное качество? И мы подумали, да, действительно, круто звучит. Действительно, мы соответствуем ювелирному качеству, да, потому что полностью ручная работа. То же самое, как я в предыдущих выпусках показывал, как мы вручную собираем браслеты на двойную нить, скрепляем. Узелок у нас только постоянно, узелок у нас, собственно, в камне находится. Потом мы проклеиваем, чтобы узелок не болтался, да. Не стирается фианита, потому что у них покрытие определенное. И нам команда говорит, слушайте, мы будем позиционировать в Озоне, да, как ювелирное качество. И это действительно так. Поэтому у нас даже где-то УТП меняются. Поэтому готовимся к отгрузке и, собственно, посмотрим, что нам даст. Первый раз мы повезем на склады. До этого мы работали по системе ФБС. Мы продавали из, ну, как бы, из дома, скажем так, да. Заказ поступил, мы отнесли. Сейчас мы посмотрим, что нам даст система ФБО, да. Это когда мы формируем отгрузку определенное количество моделей, отвозим на склад. И там уже дальше они начинают, собственно, продаваться. Поэтому следите, мы развиваемся. У нас уже десятки положительных отзывов и сотни довольных клиентов. За полгода это не может не радовать. Это просто когда к нам прилетают комментарии по типу «Упаковка – это произведение искусства». Либо комментарии пишут, что спасибо, действительно, все как на картинке. Там подарок есть, двойная нить есть, дополнительная нить с бусиной есть, пожелания есть. Ну, а как по-другому? Хим плохо не делают.